Очень часто после того, как люди начинают рисовать нейрографику, они говорят, я провалился в депрессию, меня вот разболтало, и нейрографика вообще такой метод, который ничего хорошего не несет, только делает мое состояние еще хуже. Знаете, это происходит потому, что рисунок нейрографический – это мы, такие, какие мы есть, и не каждый готов встречаться с собой, с реальным, с таким, какой он есть. Это больно чаще всего. Именно поэтому нейрографические рисунки воспринимаются некоторыми людьми как плохие. Любой нейрографический рисунок, нарисованный вами, в любом случае даст изменения. Возможно, эти изменения изначально будут не такими, как вы ожидали, и поэтому будет больно. Будет казаться, что все, почва ушла из-под ног, понимаете? Потому что такое происходит очень часто, когда мы наделяем что-то очень большими ожиданиями. Мы посмотрели рекламу, что нейрографика – просто волшебство сказочное. Один рисунок нарисовал, 8 миллионов кредит закрыл. Нет, так не получается. Нейрографика меняет мышление, вот здесь, вот здесь в голове, снимает ограничения, и мы начинаем шире видеть ситуацию, в которую попали, в которой находимся. Мы начинаем видеть возможности. Ну, понимаете, кроме того, что видеть нужно уметь. Брать умеют не все. И смотрите, как интересно получается. Есть я в какой-то ситуации, которую хочу решить. Мир показывает мне выход из этой ситуации, показывает решение. Но я это не беру, потому что это нарушает мою жизнь привычную. Мне некомфортно что-то менять. Кто виноват? Поэтому и нейрографика. Нейрографика, которая помогает. Рисуйте нейрографику через сопротивление, через боль. Смотрите себе вовнутрь, в себя. Ловите свои ощущения. Учитесь себя любить. Учитесь не бояться рисковать. И все у вас будет супер-классно.